всем привет называется виталия по мою машину у нас выпал снег вчера или позавчера я уже не помню когда я приехал в субботу сегодня воскресенье выпал снег короче ничего страшного отмыли я в зеркала смотрю будка еще чистая проехали километров 10 уже так ладно по работе четко одно и то же вот смотрите я легче же отдал тахометр делать подсветку а поставил тахометр серегин 2 который он мне дал и вот она разница показаний вы видите мы едем с такой же скоростью но там 75 видите как он неправильно показывает то есть соотношение вала короче к чему-то лёха мне рассказывал оно другое про цифры которые я вам говорил видео про тахографы ой про тахометры так что мой тахометр все-таки правильно показывал этот показывать причем он начинает показывать вот только вот с этих часа газу если сброшу стрелка вообще упадет но погоду показывает дальше хотел у вас поинтересоваться здесь профессионалы подскажите мне вот я думаю если я поменяю сейчас мы в питере будем стоять грубо говоря завтра к вечеру мы приедем днем приедем короче будет время у нас я думаю поменять датчик температуре давление масла поменяется как думаете показания вот этого указателя давление маслом фургончик хочу заехать взять то есть может быть у нас начнется что-то то есть может это не в табло дело именно в датчике блин погода вообще все дает теплый мы короче едем сейчас заправиться за 5 заправим наш рознефть потому что она вообще ее не жрет едет нормально масло я проверил сейчас все как было так и стоит сейчас до загрузки доеду там наверно включимся я там хочу салончик надо протереть малеха стекла снутри помыть постирал я ухты ё-моё я забыл на подушку наволочку ёшкин ты матрёшкин ухты чет над дорогой а зачем зачем они так сделали интересные люди ведь у нас 107 уже они открыли часть от киевского шоссе тут они все уже нас и насыпали и фига тут какая-то развязка будет как я понимаю они оставят вот эту 107 старая а новая пойдет рядом левее чутка ладно чё поехали за орехами грузимся сегодня нигде обычно поэтому прилипалова сказали ложись спать время включится доходу смотрим время сколько 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 время 1934 жизнь погиб неизвестно блин запотели окна от этого открыл чечек мыши заварной я завариваю дома чаек себя эрл грей там что такое добавил туда немного трав каких-то короче лимонка должно на единство боюсь что он сейчас кипяток боюсь чтоб сахара мало но ничего страшного помыл стекла снаружи сходил надо снутри еще помыть сейчас тем более запотели мне там новый стеклоочистители вам покажу потом это бутерброды сосиски это все самодельное все дома сосиски в тесте все свеженькое только напекли ладно давайте покажу чё там у меня есть ну тут не все тут а это мусор я мою это очень мусор от не замерзай к не влезла это чернитель шин где стеклоочистители елки пока вот он лежит смотрите какой коврик у меня теперь оба да все по фенши вот взял какой-то специально искал то есть тритон специально искал не тритона специально искал что был спирт внутри так скажу я вам без спирта ничего не помоешь так из-за пропиловый спирт вот пять процентов хотя бы 5 так тяжело все найти это наша тут это помывайка так тяжело без спирта потом разводы остаются ну то есть они не сразу а через какое-то время появляются разводы то есть как на лед а все что на спирту все хорошие смотрите какие парфюм удаляются грязи они с ароматические то есть вот там вот и платином эгоист типа аромат изысканного парфюма на пусть лежат это пятерочки на я всегда беру жвачка ну все чё такой граф на кроватку ароматизатор перевернул висит ложу этот сейчас покушаем и ложимся спать единство плохо что я забыл видите наволочку но без наволочки ничего страшного рейсик сделаем так тут все нормально все нормально стану к ну коврик мне вообще поразил блин смотрите ну прям прикольно палится чистить здоровые во-первых какое-то влаговпитываю сюда как у нас тут погода вообще он адская то есть сама то с таким ковриком возиться возить ездить за этим с вами фургончик может быть тогда среднюю часть там надо где-то нарыть мне кстати педальки продаются эти накладки новые блин дядька он приехал позже меня youtube погрузится уже ё-моё ладно пьем чай едим будильки смотрим видосики эти быстрее чем мы ё-моё ну и ладно только были разложился тут лечь поспать думал позвонили двадцатые ворота как заходить туда мы запотели все ладно чё покатили искать 22 ворота вот минус незнакомых загрузок время 11 мы только выезжаем только выезжаем санкт-петербург санкт-петербург ждет ромич там на теги посмотрим сколько проедем где-нибудь ляжем спать где правда сколько проедем все ладно поперли это темно чё снимать ох мы все разгрузились в коем-то веке погода петербурге хорошая прям прям солнышко вылезло всю дорогу дождь был вылезло солнышко про ели мы на стояночку есть у нас что поделать у нас погас в правый фонарь опять габариты и по ходу стопы опять наверно минус отвалился или плюс короче не знаю но разберемся не знаю будем сегодня делать или завтра что я сегодня мы не особо не ну как поспали потихой но не так как хотелось бы поэтому 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 так 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 поэтому не знаю короче чего будем сегодня делать и чего завтра делать нам надо сделать петелечки оторвало у нас правую петелечку которая держит воротина чтобы она не закрывалась я хочу уже облагородить как говорится но беда знаете в чем то что сегодня 23 февраля мы не можем не диск на болгарку купить не сверло на 6 остренькая поэтому не знаю сейчас как чё получится не будем загадывать пока едем на стояночку там там подумаем машине сидишь с автономкой круто прям как будто лето на улице на улице выходишь а там такой витрюган прям нереальный так друзья проснулись уже мы и своя делом заняться пока никого нет иди вырывает их это ладно еще это хорошо держится но сейчас покажу а это вырвалось вообще наружу в общем все будем эти штучки делать покажу щас как посмотрел кстати масло начал она как начала он стоит во первых наискосок сейчас вниз смотрит то есть на ровно еще посмотрим так должно быть все нормально короче четыре там уже тысячи но это с маслом игры ближе уже к делу так нашла его такую блестящую штуку вот нам надо сначала вырезать отверстие вырезать отверстие здесь надо вот такой все обрисуем такую штучку примерную вырезать и чтобы ну вы поняли да чтобы разнести то есть прикрепаемся раз два три четыре ну и две одинаковые такие пластинки сделаем и закроем те дыры чтобы было все красиво по феншую уже более-менее будет хоть держаться даже когда потом это все надо понятно зашкурить полирнуть она все это блестяще ладно чё дисочки вот такие у нас есть хорошие диски тонкие-тонкие вообще не пылят почти они специально для нержавейки так что не знаешь надо же обрисовать чем-то ему посмотрим диаметр пойдет вот сейчас вот такую обрисуем почки если нам надо до выставить чтобы по полоске туда закоться на чуть-чуть чайки рут сюда чуть-чуть пониже и в бок вот так огонь все режем в общем 1 готова хоть час иди клепай но она понятна эта штука поняли за поворачивается сейчас ее центровать надо будет все гудды ты все примерно замерился а брать всех ногами так она просто кажется неровная за то что подогнул немножечко помыть чем-то иначе попробую машут эту шлифануть или нафиг надо таким диском же блестел глянемся со вторую надо сделать такую же одинаковые самое тяжелое это это отверстие нету тут круг круг чем круг сделать этой не помню как и называется фрезы так что приходится болгарка по чуть-чуть по чуть-чуть сейчас точно такую же и усе о готова и она усилена у нас усилена ничего не торчит короче все как должно быть эти у нас нормальные и это также видите все дырки нет дырки нет все держится заклепано были на тут клепку забыл поставить ешкин ты матрешкин а и так ровно рот держится блестяшка все готово пойдем завтракать всем продолжаем как говорится возиться работы нет убирать сопли ведь у нас оторвалась этим уже сделали да как я показал надо завариться себя почищу приварюсь для плохо наварил что сейчас я все зачищу заваримся и чё и полезем с вами под машину делать габаритный вот этот у меня правая перестал гореть и стоп по моему и габарит кстати его романа что ты посмотрел а если нажму а ты посмотри горит стоп или нет и так значит габаритки нашел почему перестали гореть на правой фаре опять расчехлил коробку нашу провод окислился сейчас соединим его этот эти щик и все соединим дальше надо найти почему у нас перестали стопы гореть на противоположной фаре если не подозрение что вот тут сгнило опять надо вот это все разматывать разматывать и смотреть или здесь или здесь ладно хотя бы говорите сделаем дали загрузку на чтоб ладно повозимся потом окисляются окисляется это по моему подсветка будки или задний ход это или подсветка будки еще не знаю продолжаем короче соединение такие все горит все горит отлично стоп не горит левой но я замучился не хочу же уже дали загрузку или поеду эти кстати огоньки вот в последний который мы покупали маркерные горят бак потек прям надо ехать перепаивать пневму приподнял малеха коптит коптит на холодную прохладно в питере малеха поднял не знаю посмотрим сейчас загрузит главное что спускать не начала масло ураин ну то есть учетка там маленечко ушло это пробег сейчас залезем машину посмотрим сами сколько пробег пока прогревается поедем поедем на загрузку выбрались направились выбрались на загрузку прям погодка вот в тачке сидишь реально круто на улице выходишь ветер прохладненько и о мое и не обогнать там тачки едут так я посчитал пробег 4500 мы уже проехали пока полет нормальный для масла это уже я скажу результат хотя по вот этим химическому анализу он превосходит римулу то есть в общем должен масло это должно быть лучше рима 4500 полет нормальный сейчас домой приедем плюс считайте 700 получается будет 5 200 5 200 мы прокатим на масле ну посмотрим результат с дома уже напишу заберем лёха сделал нам уже тахометр будет крутой тахометр сейчас приедем поспим а пока когда грузить будут уже помыть надо стекла внутри снаружи я так и не помыть что-то пока приварился пока то все по мелочи поделал не не охота уже было мыть там что-то когда так мучим